Основными анатомическими элементами желчевыводящей системы являются правый и левый печёночные протоки, общий печёночный проток, желчный пузырь, пузырный проток, общий желчный проток, впадающий в двенадцатиперстную кишку через дуоденальный сосочек, окружённый сфинктером Одди. Поступление пищевых масс в двенадцатиперстную кишку вызывает сокращение желчного пузыря, открытие сфинктера и выброс желчи в просвет кишки. Расспрос имеет большое диагностическое значение. Если у пациента после приёма жирной и жареной пищи появляются боли в правом подреберье с распространением в лопатку и плечо, это характерные признаки поражения бильярдной системы. После расспроса проводится пальпация желчного пузыря. Предварительно определяется нижний край печени. В месте пересечения края печени с наружным краем правой прямой мышцы живота находится зона проекции желчного пузыря на брюшную стенку. Объективным симптомом поражения желчного пузыря является болезненность при пальпации или сотрясении его зоны. Например, симптом Кера. Симптом Ортнера-Грекова. Симптом Василенко. Болезненность на высоте вдоха. Болезненность в зоне проекции диафрагмального нерва. Френикус-симптом. Нарушение желчоотделения может быть вызвано камнем пузырного протока. Камнем общего желчного протока или его стриктурой и другими патологическими изменениями. Например, при раке поджелудочной железы нарушается отток желчи, давление в бильярдной системе повышается, желчный пузырь увеличивается в размерах. Поступление желчи в кишечник прекращается. Из-за отсутствия стеркобелина кал обесцвечивается. Повышается давление в желчных капиллярах, внутри печеночных желчных протоках. Желчь проникает в лимфатические сосуды, кровь, цвет кожи больных становится желтым. Появляется желтушность склер. Слизистые оболочки языка. Верхнего неба. Мучительный зуд вынуждает расчесывать кожу до ссадин и кровоподтеков. При длительно существующей желтухе кожа приобретает зеленоватый оттенок из-за перехода связанного билирубина в биливердин. Желтушность склер и зуд кожи не прекращаются. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова